Кутузов Фото Дело в том, что мне на испытание дали целых 4 объектива современных, хороших объективов. Это Нактон, 3-й серии асферической с светосилой 1,2. Это Биагон, 35 мм, светосилой 2,8. Это известный Аполлантар, 35 мм, светосилой 2. Ну и тоже не менее известный, это объектив Ультрон. Значит, Ультрон тоже 35 мм, с начальной светосилой 2. Ну и в качестве тест-объекта я решил использовать Лейку М10Р с объективом Суммикрон, с начальной диафрагмой 2. Это АПА Суммикрон со сферическими элементами. Ну, как с моей точки зрения, один из лучших объективов современности. Ну, понятно, что 5 объективов, которые подходят к Лейке М, и особенно к камерам с посадкой М, вот так сказать, для пленки, они, конечно, представляют большой интерес. Но всегда же возникает вопрос, а почему, собственно говоря, эти объективы в 10, а то и почти в 20 раз дешевле, чем объективы фирмы Лейц? В чем же там дело-то? Потому что очень многие люди, которые по-настоящему увлекаются фотографией, особенно черно-белой, особенно пленочной, особой разницы-то не видят. Ну, говоря про пленку, нужно, конечно, оговориться. Современная пленка не предоставляет возможности сверхвысокого разрешения. Ну, в старые времена можно там было взять Илфорд-Пан-Ф с чувствительностью, с очень небольшой. Можно было даже отечественную пленку, там, Микрат-300 или Микрат-200 использовать, у которых есть, соответственно, разрешение. 200 парлийный миллиметр или 300. Чувствительности не было никакой. Но хотя бы насладиться разрешением объектива можно было. То есть, иначе говоря, вопрос сводится к тому, почему одни объективы, имеющие похожую картинку, собственно говоря, очень дороги, а другие подешевле. И как это можно объяснить? Вот я бы для этого использовал для сравнения целых пять объективов. Напомню, Нактон, светосилы 1,2. Дальше Утрон, Ультрон, Аполлантар и Биагон. Значит, Ультрон и Аполлантар, светосилы 2 и Биагон 2,8. И Апосумикрон тоже с начала линодиафрагмы 2. Объективы все 35 миллиметров, поскольку, как бы, тоже возникает вопрос, а чем, собственно говоря, они различаются между собой. Потому что линейка, та самая, в основании которой был знаменитый Кабояша, который очень следил и пересчитывал конструкции этих объективов сразу после покупки лицензии у Фахтлендера, у Карла Цейса и прочих вот этих знаменитых объективов. Естественно, возникает вопрос, а в чем, собственно говоря, разница? Ну вот, посмотрите несколько объективов. Сумикрона, Ультрона и Аполлантара, сделанные в Москве. Ну, это красная пресня, вход из метро, диафрагма 5,6. Ну, посмотрите разницу. Разницу видно плохо. Единственное, что можно заметить, это небольшое изменение в контрасте надписи на светлой стене в здании метрополитена. Ну, и по этой причине мы, как бы, хотели бы с вами объективно оценить качество. Ну, надо провести самый простой. Есть так называемый среди любителей, да и профессионалов фотографии, небесный тест. В чем его суть? Его суть в том, что вы берете небо облачное. Желательно, чтобы оно было затянуто ровной, без облачков пеленой. Такой небеса, когда они очень мерзенькие. Вот берете такие мерзенькие небеса, выбираете, и снимаете их объективом. Просто вот это самое белое небо. Ну, и потом смотрите, как падает освещенность уже на готовом кадре. Уже или на пленке, как в старые времена, или сейчас на матрице. Ну, и что небесный тест показал? А небесный тест показал, что падение к краям, например, у суммы крона одно из самых больших, а у этих объективов поменьше. То есть это затенённость небольшая, уголков. Ну, Лейц не очень задумывается об этом, потому что там есть специальная кнопочка распознавания объектива. Можно её нажать, и всё сразу станет ровненьким. Ну, это во всех камерах есть. Но я заранее скажу, что для того, чтобы сравнивать эти объективы, я эту кнопочку не нажимал. Но это для особых, отличающаяся особой бестолковостью любителей комментаторов моих роликов. Потому что нету сил от их, простите, идиотских комментариев. Естественно, всё отключено до такой степени, что даже собственные объективы Лейка М10Р не распознаёт. Поэтому всё более-менее прилично. В сопоставлении показалось, что Аполлантар, в общем-то, имеет самое ровное поле при простейшем небесном тесте. Но об этом можно особенно не думать. Широкоугольные объективы, они все, да большинство объективов, обладают некоторой неровностью. Ну, кроме суперпрофессиональных киношных. Страху нет никакого. Ну, и я отправился, значит, в сторону Сергиева Посада и заехал за молочком в Ходьково. Вот вид около Молочни, просто на лес. В чём хитрость? Дальнее расположение леса, плюс яркое освещение переднего плана с редким подростком, показывает, как работают эти объективы. Ну, вот интересно. Посмотрите, три снимка и потом, соответственно, сильно увеличенный фрагмент с радиобашней, с растяжкой. Вы сразу видите, в чём разница. Разница, в первую очередь, не в разрешении. Даже разрешение трудно определить на таких тестах. Тем более при наводке не на бесконечность. А здесь вылезают разницы в цветопередаче. Значит, у лейки контраст, у леечного объектива Summicron контраст кажется ниже. То есть, картинка кажется более вялая. Но на самом деле она передаёт больше деталей как в цветах, так и в тенях. То есть, картинка, тем не менее, очень схожа. И на плёнку вообще разницы никакой практической не увидите. Там микроконтраст при низком разрешении не просматривается. Поскольку объективы похожи, а цена очень разная, многие фотографы приходят к всяким фантастическим мыслям. Ну, например, о том, что коварные производители дешёвых объективов наклеивают пластиковые нашлёпки, на линзы. Эти нашлёпки асферические, а линзы-то обычные асферические. И вот, мол, Диа, значит, дурит нашего брата. Нашлёпки на объективы выдают за асферическую оптику. Ну, это очень несложно проверить. Для этих целей я взял вот такой объектив, у которого ещё такая вставная диафрагма. Это Штейнгель, которому больше 150 лет. Объектив мой. Один из любимых апланатов. У него здесь две склейки. Задняя ахроматическая и передняя ахроматическая. Вот этот симметричный объектив, ну, почти симметричный, потому что Штейнгель не любил выпускать симметричные объективы, был использован. Что я сделал? Я проверил этот объектив для того, чтобы узнать, какую картинку дают объективы, которые заведомо не имеют никакой пластмассинки внутри. Вот что получается. Объектив простой. Ставим его в специальное устройство. Это устройство называется микроскоп Artalux 2-поль-БК, то есть, который специально предназначил фирмой Лейц для изучения поляризации и интерференции. То есть, это особая конструкция, которая легко позволяет выявлять анизотропные объекты. Но для того, чтобы не морочить вам голову, я очень просто поступил. Я взял объектив, в котором точно никакой пластмассины нет. Вы его сейчас видите. И в этом же самом микроскопе произвел съемку. Вы видите превращение николей. То есть, николя это что такое? Это поляризаторы, анализаторы, которые создают выше и нише объективы. Вот, можно использовать обычные фотографические, только надо развинтить и использовать два. Один выше, другой ниже расположены. И покрутил их, в данном случае на микроскопе, с этим объективом. Плоды вы видите. Возникает такая, как видите, чуть-чуть голубоватое, чуть-чуть желтоватое изменение света. Это за счет того, что поляризатор, анализатор вращаются друг относительно друга. Откуда эта подсветка? Дело в том, что все линзы, в том числе и линзы старых объективов, а здесь две склейки, поэтому специально на них указал, склеивались раньше канадским бальзамом. Сейчас это чуть-чуть по-другому делается, но принцип тот же самый. Надо склеить оптической массой два стекла. Это масса органическая и канадский бальзам, то есть смола, по сути дела. Она у нас пихтовой продавалась в свое время, использовалась, кстати. Она как раз очень для этого подходит, но она тоже, как и пластмасса, обладает небольшой анизотерапией. Это надо учитывать, и поэтому когда вы вращаете николя, цвет меняется. Однако, я пошел намного дальше. Для любителей поковыряться в всяких глупостях, я засунул в этот объектив, развернув кусочек пластика, то, что вы сейчас видите на экране, оптического пластика, хорошего, который ученые используют для того, чтобы анализировать на хороших больших увеличениях объекты, которые размножаются в культуре клеток. Так вот, что оказалось, что если засунуть сюда, то вы вот увидите ту картину, которую сейчас наблюдаете. Иначе говоря, интерференция в поляризованном свете, она дает однозначный ответ. Есть у вас пластмассинка в объективе или нет? Ну и понятно, что я попробовал и объектив один из этих и не один и убедился в том, что никакой пластмассины внутри нет. пластмассинка то есть, иначе говоря, миф о том, что Кабояша наклеивает пластмассовые, то есть, его фирма наклеивает пластмассовые нашлепки, так, к сожалению, и останется мифом. На самом деле, речь идет, конечно, о технологии стекла изготовления. Быстрее всего, если, так сказать, немножко поспекулировать, чего я крайне не люблю, можно сказать, быстрее всего они научились делать так называемое литье в горячие формы, как в свое время делала фирма Кэнон, и потом только финальная полировка, что резко удешевляет, но и снижает качество асферической оптики. Значит, о чем речь идет? Речь идет о том, что сложная поверхность требует очень дорогой шлифовки. И если делать линзы, как делает фирма Лейтс, то есть они берут сначала большую стеклянную чушку, стекло уже полностью остыло огромного размера, пилят ее на такие пластины, а стекло внутри структурировалось при остывании определенным образом, я не буду вдаваться в оптические особенности, напиливают на куски, а потом каждую линзу отдельно шлифуют, причем ее сначала грубо обрабатывают, а потом тонко, при этом асферическую поверхность сложной формы создать очень тяжело и очень дорого. В этом объективе 35 миллиметров таких поверхностей тьма тьмущая, вообще спереди и сзади даже стоит объективы со сферическими, в объективе стоят асферические линзы. Поэтому все как бы похоже. Марки стекла выдержаны, все хорошо, только технологии изготовления линз, судя по всему, разные. Отсюда результаты. Ну вот, посмотрите на сравнительную картинку, сразу от трех объективов, сделанные практически ночью на шаболовке. Вы видите здание и вышку. Разницы на первый взгляд нет. Однако, если мы посмотрим на общую картинку, вдруг выяснится, что апосумикрон клейки М дает детали в тенях, там облачка лучше видны. А вот у этих объективов, которые я использовал для сравнения, этого нет. Та же самая история происходит при рассматривании мир. То есть, безусловно, из-за, видимо, особенностей изготовления линз, суммикрон повыше процентов на 10. При похожести цветопередачи, он, тем не менее, примерно на эти самые 10, а в некоторых диапазонах и в 15%, разница существует. Стекло все-таки надо пилить, а не переливать. И тогда качество резко повысится. Ну, и поэтому, завершая картинку, посмотрим на съемку обычных ландшафтов. Те же самые, та же самая речка, посмотрите, как снято при диафрагме 8. Ну, и самое любопытное, антропогенный ландшафт, Ходьковский, значит, соответствующий большой храм при монастыре, где вы видите разницу. Сначала общий план, а теперь вот увеличение. Но увеличение видно, что все объективы, которые были использованы, то есть ногтелюкс и биогон, несмотря на то, что у биогона диафрагма начальная низкая, и можно было бы ожидать каких-то чудес, ну, диафрагма 2,8, а не 2, к сожалению, никаких чудес не было. На диафрагме 8 он также абсолютно точно, как и ногтон, работает очень резко, то есть повышается цветовой контраст, а леечка работает, леечный апосумикрон помягче, то есть он как бы сглаживает цветовые контрасты, что позволяет на самом деле получить более детальную и более разрешаемую картинку, которая поработана как в светах, так и в тенях. То есть вот, собственно говоря, и вся разница. Поэтому отвечая на вопрос какой объектив выбрать, я вам могу сказать, что если вы, например, снимаете по ночам, то, конечно, нужно выбрать ноктон с начальной диафрагмой 1 и 2. То есть хороший светосильный объектив асферик, имеющий в надписи циферку 3, то есть это уже третья серия этих объективов и действительно он очень хорош. Но он прекрасен до диафрагмы 5 и 6. Биагон тоже весьма неплохой объектив, учитывая его ценовую, ценовой уровень. Диафрагм между 11 и 8, он крайне хороший, дает замечательный ландшафтный результат. претензия на универсальность у Аполлантара к сожалению не оправдывает ни его вес, ни его цену. То есть с моей точки зрения это объектив ну такой скажем слишком универсальный для того, чтобы быть очень хорошим в рамках узких задач. Ну и последний значит объектив который мы с вами сегодня обсуждаем это Ультрон тоже 35 мм сначала диафрагмой 2. Ну компактный маленький объектив. У него тоже приходится оптимум в районе 4, 5, 6 чуть-чуть лучше работает на восьмерке чем Нактон но это все зависит от ваших задач. Подводя такой глобальный итог можно сказать что эти объективы очень хороши. Для пленки вообще никакого смысла покупать более дорогие нет. Но для высокоразрешающих матриц особенно выше скажем так 50 мегапиксел конечно нужно стремиться к более совершенным изделиям которые выдерживают технологию обработки стекла. А подушки и задачи можно использовать такие объективы как вам захочется. То есть те задачи которые вы решаете вы можете решать в том диапазоне диафрагм в котором они работают оптимально. В общих чертах я о их особенностях сказал. Поэтому могу пожелать выбрать объектив под свои задачи и им пользоваться. Поэтому так велико их разнообразие. Но если вам нужен универсальный объектив надежно работающий на всех диафрагмах и имеющий более широкий диапазон скажем так проработки тени и светов то конечно лучше суммикрон апо суммикрон м асферик с диафрагмой 2 и фокусным расстоянием 35 мм. Я честно говоря много уже времени использую именно его Он тем не менее во всех диапазонах дает маленькое преимущество но эти маленькие преимущества постепенно накапливаются в большой результат но если вы умеете его получать поэтому могу пожелать всем любителям фотографии и ценителям как черно-белый так цифровой цифрового мастерства значит попользоваться попробовать эти объективы они действительно имеют смысл и большой выбор диктуется тем что они все-таки для достаточно узких специальных задач эти объективы естественно они не будут лежать у меня на полке я их верну обратно в магазин Кутуза фото где можно их прям непосредственно приобрести чего и вам и желаю потому что цена их очень невелика а качество вполне достаточное для того чтобы получать удовольствие от занятий фотографии на этом я с вами прощаюсь до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok